По доброй традиции в конце мая в Щелковском районе отмечается День детства. На этот раз праздник открывает благотворительная ярмарка муниципальных образовательных учреждений «Подари жизнь». Ярмарка развернулась в сквере имени Пушкина. От кондитерских изделий до предметов прикладного творчества. Все товары ручной работы выполнены с любовью педагогами, учащимися и их родителями. Неравнодушными людьми, готовыми помочь тому, кому в трудную минуту так необходима поддержка. Все вырученные средства будут направлены в помощь маленькому жителю нашего района, страдающему ДЦП Феде Кузнецову, на оперативное лечение и реабилитацию ребенка. Вот уже несколько лет, и вот замечательная традиция, когда в этот день начинается праздник с благотворительной ярмарки. И сегодня мы для Федора Кузнецова собираем средства. Ребеночку полтора года у него ДЦП. И очень хочется, чтобы он реабилитировался в этой жизни, смог достичь тех успехов, которые ему доступны будут. Поэтому, вы знаете, когда всем миром, ведь на Руси это было принято всегда, когда всем миром помогают. Волшебная страна детства. Вновь юные воспитанники дошкольных учреждений района дарят свое творчество. На сцене районного дворца культуры второй год проходит фестиваль «Щелковские звездочки». Сегодняшний фестиваль отправляет всех присутствующих в настоящее кругосветное путешествие. Юные артисты приготовили различные творческие номера, которые не могут оставить равнодушным. Уже стала хорошей традицией, что и дошкольное образование очень активно принимает участие. Вот 54 садика сегодня участвовали в ярмарке, привлеченной к сбору средств на лечение Феди Кузнецова. В концерте, который сейчас посвящен дружбе народов, это 27 детских садов. Сделали потрясающие костюмы, подготовили программы о всех странах мира практически. Мы были уже и в Китае, и в Израиле, и в Японии, и в Индии, и в Белоруссии, и в Украине. Тебе нравится сегодняшний праздник? Да. Расскажи, что тебе больше всего нравится? Мне нравятся песни, танцы. Ну, я и разбираюсь в танцах и песнях. Детство – это как играть, бегать, ну, плескаться там, играть на детских площадках. А самое главное – это быть маленькой. Далее праздничный марафон продолжила поистине масштабная и торжественная церемония вступления школьников в ряды юноармии. В экспозиции военной техники в центре города ребята произнесли слова юноармейской клятвы. Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды, борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Клянусь! Сегодня замечательный день. Вы вступаете в ряды юноармейцев. Представляете, какое движение идет по всей стране? Движение юноармия. И туда вступают самые смелые, самые дерзкие, самые сильные. Сегодня мы с вами стоим на площадке экспозиции военной техники в центре города Щелково. Это еще раз доказывает то, что наша страна мощная, непобедимая и единая. Успех любого дела, пусть это будет боевая операция или космический полет, космическая экспедиция, Этот успех, он всегда зависит только от дисциплины. Есть дисциплина, все будет хорошо. Я надеюсь, что вступив в ряды юноармейцев, вы сполна получите этот урок дисциплины. И дальше в дальнейшем по жизни вы всего добьетесь, чего вы хотите. На протяжении нескольких лет реализуется районный проект «Цены Отечества», где работают школьники Щелковского района, образовывая отряды младших и старших орлят, а также юноармейцев. Ребята активно присоединяются к Всероссийскому общественному движению «Юноармия». Год назад его ряды пополнили 1400 мальчишек и девчонок. На сегодняшний день в составе уже порядка 2000 школьников. И вот наступил самый яркий и торжественный момент. 180 школьников получили значки юноармейца и присоединились к Всероссийскому военно-патриотическому детско-юношескому общественному движению «Юноармия». Получить значок «Юноармейца» почетно и ответственно. Ребята это понимают, как и то, что патриотизм – не просто слово. Вступить в ряды юноармии для них – это на собственном примере показать любовь к родине. Впереди у школьников немало задач – участие в различных патриотических акциях, крупных спортивных и культурных мероприятиях. Я чувствую гордость. Для меня это важный шаг в моей жизни, когда я действительно обучаюсь дисциплине. И самое главное – я смогу проводить больше времени со своими друзьями. Быть верным в своей стране, преданно служить ей и не предавать ее никогда. День детства в Щелковском районе отметили широко. Ну а завершающим праздничного марафона стало подведение итогов муниципальной программы «Радуга успеха», а также праздник интеллектуала 21 века. На сцене Щелковского театра наградили победителей призеров областных олимпиад школьников, «Гагаринского пробега» также наградили коллектив образовательных учреждений района. Анна Балиет, Александр Оржевский, Валерий Жеглей, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.